Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем на проекте Амазин Холиплей. Сегодня у нас будет очень интересное видео, в котором я куплю себе машину для души, потрачу очень много денег, поэтому смотрите видео от начала до конца. И давайте договоримся так, я сейчас вообще не шучу, я сейчас с вами разговариваю вполне серьезно, просто внимательно меня послушайте. Если на этом видео будет плохая активность, если будет меньше 1000 просмотров и меньше чем 200 лайков за 3 дня, то я больше Амазин Холиплей снимать не буду, потому что я в этом не вижу никакого смысла. Просто сами поймите меня, как бы я снимаю и на родине, и на Амазин Холиплей, но на родине мне хотя бы платят деньги, со мной сотрудничают, ко мне нормально относятся. Но я готов как бы снимать и бесплатно на Амазинге, но просто мне от вас нужна активность. Если хотите, чтобы я дальше продолжал снимать Амазинг, то просто берите, ставьте лайки, там подписывайтесь на канал, пишите комментарии, чтобы видос продвигался топ и набирал хорошие просмотры. Если на видосе не будет активности хорошей, то я уже не буду снимать Амазинг, потому что я в этом не вижу реально никакого смысла. Я сейчас тем более работаю, как бы у меня времени уже не так много, чтобы просто снимать видосы, монтировать, поэтому я просто лучше буду снимать на родине, где мне хотя бы платят деньги. А не тратить свое время еще на Амазинг, монтировать там туда-сюда и не получать за это ничего, даже те же самые хорошие просмотры и лайки. Поэтому просто показывайте хорошую активность. Четыре, четыре BMW у меня, и сейчас я буду покупать пятую BMW, то есть у меня будет пять бэх, это реально очень жестко, и три из них М-ки, именно М-пятых. Я считаю, что это очень круто, поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и также не забывайте вводить по промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм, на пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере, пацаны, если что, поэтому вводите и получайте денюжку. Давайте сейчас поедем в автосалон BMW, почему я буду брать именно с автосалона, да, потому что я кидал объявы, и никто их вообще не продает. Но это вообще не популярная машина серваке у нас, как бы, потому что она даже не дрифтит, но я хочу взять ее чисто из-за внешки, тем более я себе купил очень прикольные номера, которые я тоже поставлю на бэху. Ну, вы знаете, я без номеров, как бы, не езжу, поэтому номера я заранее купил, вот, номерные знаки, получается, 3А001. Не буду говорить, за сколько я их покупал, купил я их дорого, реально дорого я их купил, но за сколько, говорить не буду, просто, знаете, то, что я их покупал, как бы, за хорошую сумму денег. Я уже разбился на машине своей, ладно, все, поехали в автосалон, и там уже, в принципе, продолжим. Все, бабосики я снял, теперь можно смело покупать и тюнинговать нашу замечательную машину, BMW M5 E39. Внешне она симпатичная, не спорю. Я не помню, как она едет, вот эта бэха, она стоит 4 миллиона, максималка в стоке у нее 170, ну, с чипом она будет ехать примерно 200 километров в час. Вот, давайте даже подумаем, что мы вообще можем купить еще из BMW. Ну, X5 как бы не хочу я брать, тем более он стоит сильно дорого, ну, X5 старый, 7 миллионов, я не знаю, где они такие цены смотрят. Если зайти даже в реальной жизни на сайт и посмотреть вот эту BMW, она не будет столько стоить, это очень дорого. i8 BMW, 9 миллионов, ну, i8 у меня была еще в 2018 году, поэтому покупать ее не хочу. BMW M4 у меня была, она мне как бы нравится, но еще раз покупать я ее не хочу. BMW M5 F10, ну, блин, такое себе, вот F10 мне вообще не нравится, пацаны, я не знаю, что еще можно не сказать, ну, просто не нравится и все. Не хочу себе покупать. M5 E60, как бы у меня тоже есть, BMW 7 не хочу покупать, BMW 7 вот эта у меня тоже была. BMW M2, ну, мне тоже она когда-то была, она мне тоже не особо нравится. Поэтому единственный вариант это E39, поэтому берем, даже это изразив не буду брать, просто берем, покупаем для себя. Так, купить как лично транспорт. Все, пацаны, я ее купил, теперь давайте поедем. Ну, встречайте, вот она, пацаны, BMW E39, абсолютно стоковая. Ну, бля, пиздатая, конечно, машина выглядит. Да, это старая BMW, это старая Mочка, ну, блин, она пиздатая, пацаны. В жизни я себе бы такую хотел. Конечно, моя мечта это BMW M5 E60 в жизни, но мне кажется, более реальной купить E39 даже на польских номерах. Можно, я думаю, Mочку найти. Ну, ладно, об этом, в принципе, не будем, давайте поставим номера. Так, инвентарь надо открыть, да, получается. И поставить на нее номера 3A-001. Поставить на транспорт? Да, я хочу поставить. Так, теперь нужно ее перереспавнить и посмотреть вообще, как эти номера смотрятся на этой машине. Бля, ну смотрятся пиздата, пацаны, ну, согласитесь вообще. Поднимаю ловы, сутками в ПРМП. Делаю все, что хочу, на русской машине качу. Выбираю работу мечты, и нахуй банты. В режиме онлайн, прямо в игре, базарюсь с людьми. Новый рынок, и товарищей. Все, что было, мы продали. Мы в эфире, смесь снимать, вертолет. Кобел на пасте, это не сработка. Родина РП, Родина РП. Родина РП, Родина РП-П-П-П-П. Родина РП, Родина РП. Родина РП, Родина РП-П-П-П-П. Ебать, она просто упала, пацаны. Просто упала нахер. Еще и развал у нее стоит. Ну, баба, конечно, я в нее вбухал нормально. Реально, баба в нее влетела просто много. Но, я думаю, в принципе, оно того стоит. Ну, реально, просто полный тюнинг, кроме аудиосистемы. Развал я вообще первый раз сделал на машине. Как бы, до этого я такого не делал. Ну, сейчас, в принципе, развалечка такой нормальный, да? Не, ну смотрится вообще, бля, просто зло. Просто зло, пацаны. Ну, что ж, прошла, получается, почти неделя с момента покупки данного транспорта. Я, на самом деле, очень доволен. Я вот сегодня его перекрасил. Конечно, цвет получился не прям такой, какой я хотел. Но выглядит она прикольно, пацаны, согласитесь? Вот я ее купил чисто для души, чтобы кататься, любоваться этой машиной. И все. Я, да, конечно, редко на ней катаюсь. Но мне радует то, что она у меня есть в гараже, как бы. Ну, можете сами вот даже посмотреть, насколько она просто красивая, пацаны. Реально, она смотрится очень классно. Да, я сюда вложил очень много денег, как бы. Номера я сюда купил, которые стоят в 2 раза дороже, чем эта машина. Если не в 3 раза дороже. Тюнинг я сюда сделал на 4 миллиона. То есть, я вложил в эту машину очень много денег. Но я не знаю, стоит она того или нет, как бы. Напишите в комментариях. Я считаю то, что стоит, потому что тачка реально хорошая. Таких машин очень мало на серваке. Прям очень мало. Их практически нету просто. Меня радует то, что у меня есть такая машина в полном тюнинге, кроме аудиосистемы. На развале, на занижении. Едет она, кстати, 199 километров в час. Да, конечно, эта машина очень уже старая, там, по меркам, допустим, 2020 года. Но смотрится она очень классно. Вот эти линии. Вот этот цвет мне тоже очень сильно нравится, потому что я в интернете нашел такой цвет. И он мне очень понравился. Вот эти всякие мелочи. Смотрите, вот значок M5. Вот видите, там, на, получается, молдинге. Ну, блин, очень все классно сделано, пацаны. Машина просто реально очень красивая. Я, конечно, обожаю M5, но вот это реально просто легенда, мне кажется. Я, конечно, больше люблю M5 и E60, но вот эта машина, пацаны, она очень классная. Вот этот двойной выхлоп просто красивый, пацаны. M5 просто. Ну, реально тачка, пацаны, для души просто. Тачка просто для души. Как бы ее перепродавать нет вообще никакого смысла, как бы, потому что, ну, не каждый захочет себе купить такую машину. Но тачка реально очень классная. Прям очень классная. И мне она очень сильно нравится, пацаны. И я не жалею то, что я на нее потратил, там, около 20-30 миллионов. Я вообще не жалею, потому что оно того стоит, как бы. Поэтому, пацаны, вот такие вот дела. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.